Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Кто распыляет яд на головы жителей Черкасской области? Неприятного аппетита очередного чиновника из окружения Трампа оскорбили в кафе. Кого на этот раз? Как 14 человек усадить в 13 кресел? Пляски вокруг состава Центра избиркома продолжаются. Депутаты придумывают варианты, спорят и даже намереваются подкорректировать закон. Так будет ли новый состав ЦИК и когда об этом в материале? На чем остановились, того и начали. Вопрос обновления Центра избиркома снова звучит в парламенте. Правда, дальше с заявлений дело не идет. Да и заявления не изменились. Народный фронт поддерживает требования о представительстве всех фракций и групп в составе ЦВК. Это соответствует принципам парламентской ассамблеи Рады Европы. Народный фронт наголошает на как-то быстрее призначение Центра избиркома. Питание о его обновлении не дискутуется. Наша фракция заявляет, до тех пор, пока президент Порошенко не внесет 13 кандидатур на 13 вакансий, наша фракция не будет голосовать ни за какие-то другие решения. Это относительно Центральной избиркома комиссии. Потому что это профанация. Центральная избиркома комиссия, о обновлении которой я говорю, это один из элементов для того, чтобы были честные выборы, чтобы влада не фальсифицировала результатов. Но это абсолютно недостаточно для того, чтобы навести порядок в стране. Мы предлагаем план, который даст возможность радикально почистить это гниле политическое болото. Правда, в блоке Порошенко все аргументы отбрасывают и не видят причин не рассматривать вопрос. Каждая фракция та группа, которая называет себя демократичной, обещала своим выборцам заменить старые кадры Януковича в Центр-выборчкоме. Когда же справа дошла до реального голосования, те сами политики начали шукать штучные причины не обновлению ЦВК. Хотя процедурных перешкод для этого нет. Поэтому, шановна паня Голововича, просим оголосить перерыв. Правда, снова перерыв. Главы фракции ушли обсуждать дальнейшее голосование в блоке Порошенко. Проблема с тем, что кандидатов больше, чем мест, решили исправить на уровне закона. И предлагают расширить состав ЦИК. Напевно, будут вносить изменения к закону про ЦВК, погодившись с тем, что все достойные кандидаты, все соответствуют качественным характеристикам и соответствующим вимогам профессиональным. Внести изменения в закон про ЦВК. Скорее всего, что такие пропозиции будут рассмотреться. Но вот в Народном фронте с этим не согласны. К тому же изменения закона о Центр-избиркоме за один день нарушит регламент Верховной Рады. Мы должны думать о том, как принимать государственные решения, не подтасовывая законодательство под такое решение. Каждая фракция должна быть представлена. Это наша позиция. Поэтому мы ожидаем четкого подания президента о том, что 13 кандидатов внесено в сессийный зал. На самом деле это смешно. Это просто детский садочек. Потому что я говорю, сколько этих табуреток еще будем доносить? До какой межи? На самом деле это вообще скринька пандора. Потому что когда начинать увеличивать склад какого-то органа только потому, что там кому-то не хватает места, это неправильно с любой точки зрения. Мало того, если мы поднимемся на регламент Верховной Рады, то мы увидим, что принятие такого закону неодменно приведет к порушению регламенту. Потому что вопрос 14-денного срока на внесение альтернативного законопроекта. Тем не менее, опять к четвергу нардепы пообещали что-то дорешить оппозиционный блок, чьих кандидатур на представление вовсе нет. Любые договоренности поддерживать не будет. В всех демократичных краинах криза на доверие вырешивается шляхом позачерговых выборов. Мы пропонуем простые и честные решения. С классными мандатами и призначит перевыборы. Если осталась совесть и повага для собственных граждан, пропоную всем сделать выбор на пользу будущего Украины и начать процесс обновления влады. Да и в целом, фракция решила бойкотировать любые голосования, пока в повестке дня не появятся социальные вопросы. Мы не будем голосовать, пока людям не заплатят зарплату. Что это вообще за государство, когда шахтеры спустились в шахту, отработали, выделили вуголье, станции его забрали, продали электрическую энергию, а людям, которые выделили вуголье, не рассчитывали. И второе вопрос, это законопроект 4471, чтобы дать возможность переселенцам голосовать в тех местах, где они сейчас живут. Это абсолютно справедливые требования людей, которые парламент должен принять. А парламент не желает это делать, поэтому мы не видим возможности поддерживать всю эту макулатуру. Но вместо социального в Раде Аграрный день на Ордебе поддержали создание в Украине семейных фермерских хозяйств и ввели требования к маркировке органической продукции. На фоне политических дрязг нардепы умудрились вляпаться в еще один скандал. В Раде решили переселить журналистов на третий этаж и тем самым убрать камеры и диктофоны подальше от избранников. Кому выгодно удалить прессу из кулуаров, единственного места, где репортеры могут свободно пообщаться с депутатами, расскажет Екатерина Лысенко. Все началось с этого фото, на котором две журналистки показывают неприличный жест. Аккредитации их лишили за несоблюдение этических норм, но, как выяснилось, на снимке не совсем представители СМИ. В прошлом это помощница нардепов. После скандальной истории в аппарате Верховной Рады решили пересмотреть список тех, кто вхож в парламент. Но только чисткой журналистов в аппарате Рады не ограничились. Предложили и вовсе закрыть кулуары для представителей СМИ. Мы получили лист от пресс-службы аппарата Верховной Рады. Там идем о створении рабочей группы, которая рассмотрит целый ряд вопросов. Первый, второй, третий, пятый. И одним из вопросов шла мова о створении на третьем поверхности пресс-центра. По сути, сейчас единственное место, где журналисты могут получить комментарии народных депутатов, это кулуары, второй этаж. Здесь нардепы заходят в сессионные залы. Перед входом их можно расспросить о законопроектах. На третий этаж, где предлагают создать пресс-центр, и куда хотят переместить журналистов, депутаты попросту не ходят. Мы будем иметь ограничение доступа, когда просто пост удостанет, и ему будет надано вказание не пускать журналистов на другой поверх, сюда, где мы сейчас находимся, и где находятся народные депутаты. Журналисты, которые сейчас работают в парламенте, они будут абсолютно изолированы от коммуникации с народными депутатами. В таких условиях на третьем этаже и в изоляции от нардепов журналистам уже приходилось работать. Случалось это несколько раз в 2014-м, когда в зале были закрыты заседания из-за аннексии Крыма и событий на Донбассе. Тогда представители СМИ часами ждали, чтобы к ним пришли депутаты и хоть что-нибудь рассказали. Возможности узнать деталей не было. Сейчас же предлагают подобные условия, сетуют журналисты, работающие в парламенте. Это будут тепличные условия для журналистов, которые будут сидеть, развалившись на кресле, к нам будут подводить депутаты, которые готовы что-то сказать. Нам они не интересны, но нам просто будут подводить. Я думаю, что если это все сделают, журналисты будут на улице караулить перед Верховной Радой депутатами. Нам будет сложнее и довернее собирать информацию. Это очень неприятно, когда тебя в чем-то обмеживают. Но я не вижу этого смысла. Они все равно будут обязаны с нами встречаться, потому что они зацекавлены, чтобы мы выяснили их деятельность. Впрочем, как оказалось, и самим нардепам не нравится идея с ограничениями. Журналисты имеют право, и это их работа, донести до общества свою позицию депутатов. И для этого нужно быть условием. А обмежение – это шлях никуда. Мы за полную прозорость. Ходите, где хотите. Вы нам не заважаете. Кто, кому заважают журналисты, очевидно, им есть что ховать. В итоге в регламентном комитете все-таки признали – идея переселить представителей СМИ на этаж выше – неудачная. И решили всерьез задуматься о правилах аккредитации. Я считаю, что это не лучший способ регулирования ситуации. Краще было бы инше. Краще было бы налагоджение вопроса аккредитации. И лучше было бы, как бы тут працювали парламентские корреспонденты и спілкувалися с депутатским корпусом однею мови. Регламентный комитет и его решения носят рекомендационный характер. Я говорила вчера за спикером с этого вопроса. А журналисты тем временем для пущей надежности тоже написали коллективное письмо на имя спикера с просьбой не впадать в крайности и не делать антидемократических шагов. Постановление зарегистрировано. Екатерина Лысенко, Геннадий Никенко. Подробности – телеканал «Интер». Уже завтра в Брюсселе стартует саммит НАТО. Традиционно перед открытием проходит специальный ужин. Чего ждать Киеву от стран Альянса? И каковы шансы, что двери организации действительно откроются для Украины? Разбиралась Елена Абрамович. Штаб-квартира НАТО находится в окрестностях Брюсселя. Но из-за саммита перекрыты и центральные кварталы, и главный городской парк. Здесь, под триумфальной аркой, лидеры стран Альянса завтра сделают общие фото. А сегодня ужинают все вместе со своими супругами. Для брюссельской полиции это большое испытание. Ведь прилетает Дональд Трамп. Во время его президентства саммиты НАТО перестали быть ритуальными встречами с обычным декларированием прочности военного альянса. Со стороны американского президента наблюдается довольно агрессивное давление на союзников, чтобы те тратили больше на оборону, особенно Германия. А в последнее время он еще начал связывать это с торговым конфликтом, который возник между США и ЕС. Союзники постепенно увеличивают расходы на оборону, особенно после российской агрессии в Украине. План нарастить расходы до 2% ВВП практически выполнили уже 5-7 стран НАТО. Однако такие темпы американского президента не устраивают. О чем он и предупредил перед вылетом на саммит. Германия платит 1% медленно, ВВП в НАТО, тогда как мы 4%, что гораздо больше. Кто-то может объяснить логику, мы защищаем Европу, это хорошо, с большими финансовыми потерями, а потом с нами непосредственно ссорятся из-за торговли, грядут изменения. Обеспокоены в НАТО еще и тем, что американский президент не посоветовался с союзниками по поводу грядущей встречи с Владимиром Путиным, которая запланирована на понедельник в Хельсинки. Некоторые американские медиа предполагали, что Трамп может договориться о снятии санкций с России, введенных после аннексии Крыма. Впрочем, в Брюсселе этому не верят. Не думаю, что президент Трамп пошел бы на такой шаг, потому что это бы действительно увеличило нестабильность и противоречило бы позиции американского правительства, которое несколько дней назад еще раз подтвердило, что США не признают аннексии Крыма. Согласовать позиции с Трампом Альянс еще может. На совместном заседании всех лидеров НАТО и президентов Украины и Грузии. Генсек организации сегодня подчеркнул, что Киев и Тбилиси – это ближайшие партнеры Альянса. План действий для обретения членства нашим странам предоставить пока не готовы, но в будущем шансы есть. То, что Черногория присоединилась к Альянсу, а Македония, как можно ожидать, будет приглашена в ближайшее время, означает, что дверь открыта. Решение 2008 года о том, что однажды Грузия присоединится к НАТО, действует. Ждет упоминание о признании этого решения по результатам саммита и Украина, но пока на пути к этой цели два препятствия. Спор с Венгрией из-за образовательного закона и война на Донбассе. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское берет телеканала Интер. Успехов в попытках вернуть Путина на верный путь пожелал Дональду Трампу Петр Порошенко. Президент написал об этом в своем блоге на сайте газеты Financial Times. Он убежден, что встреча лидеров США и России на следующей неделе в Хельсинки подтвердит, Украина находится в центре внимания мировой политики. Петр Порошенко напомнил, что эта неделя началась с саммита Украины-ЕС, продолжилась с саммитом НАТО. Президент считает, что эти встречи подадут сигнал, который услышат и в Брюсселе, и прежде всего в Хельсинке. Десятый день без тишины. Орудия боевиков на Донбассе не замолкают. Сегодня противник сосредоточил огонь на окрестностях Мариуполя. С утра четыре обстрела в Лебединском, Широкине и Водяном. На позициях сегодня работал Игорь Левенок. Стрелкотня, работа постоянно. Поселок Водяное под Мариуполем. Передвигаться здесь следует быстрым шагом. Чем ближе к позициям, тем скорее. Воздух застыл. На улице не ветерка. Идеальная погода для работы снайпера. Ну есть, да, по Одиноке утром было. На днях от пули вражеского стрелка погиб 22-летний морской пехотинец. Враг не хочет мира. В сторону наших морпехов почти ежедневно летят мины 120-го калибра. Сегодня с ранку был минометный обстрел. На днях, как вы уже, может, бачили, он был обстрел у нас радиоакерованными ракетами, турами. Было четыре приходы. После них минометный огонь ввелся. И каждый вечер, каждый ночь. На одну из отдаленных позиций нас сопровождает молодой боец Сергею 19. Парень из Тернопольской области. Воюет уже год. Записался в морскую пехоту, только достиг совершеннолетия. Батько сразу не поверил, сказал, что правильно сделал. Так, с улыбкой. Мама заплакала. Сейчас о своем выборе парень не жалеет. За время службы накачал мышцы, научился приемам рукопашного боя. На позиции ребята устроили подземный спортзал со штангой и тренажерами. Можно тренироваться даже во время вражеских обстрелов. Сергей посещает спортзал дважды в день. Признается, для кого держит себя в форме. Дома его ждет девушка. Я тебя любую. И скоро приеду. На поверхности душно. Воздух нагрелся до плюс 45. А в спортзале прохладно. Хорошая возможность потренироваться. Поехали. Отлично. А вот на той стороне спорт не в чести. Почти каждый вечер украинские морпехи слышат, как боевики пьянствуют. Особенно, когда получают зарплату. Наши ребята уже знают, когда это происходит. Раньше приблизительно, где-то в таких 19-20-х числах было. Было чувство, как они там веселятся. И что? Ну и начинают там салюты, с трейсеров пускать. Морпехи говорят, такого противника можно легко победить. Но пока перемирие. Стрелять им запрещено. Из Приазовья Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. В Одессе на учениях Сибрис военные из 19 стран приступили к практическим заданиям. Сегодня свои умения демонстрировали межнациональные подразделения водолазов. А украинские пограничники отрабатывали довольно сложную задачу. Десантирование на поверхность воды без парашюта. Они прыгали с вертолета, который находился на высоте 7 метров. И летел со скоростью 30 километров в час. По легенде, после десантирования группа должна была добраться под водой до объекта условного противника и нейтрализовать охрану. Пограничники с заданием справились. Я напомню, учения Сибрис продлятся две недели. Военные операции будут отрабатывать на воде, на суше, в Одесской и Николаевской областях. В этом году впервые координировать все действия будут удаленно с борта американского корабля Маунт-Витни. В Днепре на автобусной остановке задержали мужчину с ручным гранатометом. РПГ-18 он перевозил, просто завернув в простыни. Мужчина курил в общественном месте, чем обратил на себя внимание полиции. Копы проверили его вещи. Владельцем Мухи оказался 50-летний житель Днепра. Ранее судимый в райотделе он рассказал, что оружие нашел и решил оставить себе. РПГ изъяли и направили на экспертизу. Быть или не быть справедливому перерасчету пенсии решит Большая палата Верховного суда. Рассмотрение апелляции пенсионеров-силовиков уже началось. Они хотят оспорить предыдущее решение ВСУ. Напомню, судьи не удовлетворили иск по так называемому опросцовому делу. То есть лишили пенсионеров части выплат. Кроме этого, бывшие военные требуют изменить статус. Дело и настаивают, чтобы каждое дело рассматривали по отдельности. Безусловно, каждый случай, он специфичный. Коалиции, владею и правоохранным органам намного легче воювать на основе зразковой справы и маніпулировать данными, получать соответствующие решения, использовать телефонное право. Мы готовы к очень серьезной блокаде работы уряда, парламенту, администрации. Мы готовы перекрывать ключевые направления до Европы, до Харкова, до Дніпропетровска с тем, чтобы добиться справедливости. Сегодня мы, завтра лекарь и вчители. Я хочу, чтобы все зрозумели наши безкомпромиссные и кроки, и такой боевой режим. Сегодня военные пенсионеры получают это впервые за все годы независимости в Украине, пенсию в рассрочку. Неконституционным бюджетникам сегодня недосчитали пенсию. И подали законопроект от оппозиционного блока, чтобы коэффициент расчета пенсии всем вернули 1,35. Это позволит сегодня всем людям автоматически повысить, пересчитать пенсию и ее проиндексировать. Пусть это на 30% добавка, не такая уж большая, но это лучше, чем то, что сегодня люди недополучают. Оппозиционный блок намерен обжаловать в Конституционном суде закон, который ограничивает доступ украинцев к кинофильмам. На официальном сайте Политсилы сообщается о том, что в нашей стране уже запретили транслировать около 600 фильмов и сериалов. В том числе под запрет попали советские мультфильмы, в частности, согласно документу, это Простоквашина и Бременские музыканты. Они, опять же, по закону, представляют угрозу национальной безопасности. В Кропивницком продолжают уничтожать деревья в зеленых зонах. Все это делается под видом санитарной вырубки. Но на самом деле пилят абсолютно здоровые акации, клёны и вязы. Кто на этом наживается, выясняла Елена Брынза. Лесопобал – так называют местные жители то, что видят из своих окон. Десятки здоровых деревьев вырубили за несколько часов. Я вернулся домой, уже деревья все лежали. Просто сердце кровью вливается. Раньше здесь была зеленая зона. Можно было отдохнуть, пожарить шашлык, погулять с детьми. Деревья хоть трошки давали, какие-то поветри, ну, хоть что-то. А тут тупо нормальные деревья, большие они были. Наши были пиляты, я не понимаю. Год назад, рассказывают люди, деревья уже хотели спилить. Но тогда зеленую зону удалось отстоять. В этот раз не успели. Расчистила площадку частная фирма. Ее представители уверяют, все законно. Разрешение выдала мэрия. В мэрии подтвердили, разрешение давали, но на вырубку только 30 деревьев. Мол, все они старые и трухлявые. К тому же, по документам, это не зеленая зона, а обычный земельный участок. Причем давно находится в аренде. И вот хозяин решил построить здесь торговый комплекс. Каждое дерево, которое подходит выдалению, есть фотографии, где четко вказывают на все проблемы, которые вказаны в актах обслуживания. Будь ласка, все оно зафиксовано, все оно помечено. И исключительно на эти деревья надано дозволь на их выдаление. Гарантии того, что там появится или не появится, это вопрос не относится выдаления деревьев. А вот активисты уверяют, в мэрию выдали разрешение на вырубку деревьев, потому что хозяин земли – депутат горсовета. Да и уничтожили здесь не 30 деревьев, а 48. Сколько деревьев спилили, и какие – приезжала разбираться специальная комиссия из мэрии. Нарушение установили и выписали штраф – 850 гривен. Но такая сумма вряд ли может кого-то остановить. Поэтому активисты уверены, застройщики и дальше будут уничтожать зеленые насаждения в городе. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал «Интер» Кропивницкий. Жители Черкасской области протестуют против опрыскивания полей химикатами. На днях местная агрофирма оповестила селяны, пасечников об авиаобработке посевов подсолнечника. Почему эта новость вызвала страх и негодование? Расскажет Станислав Кухарчук. Александр бережно достает пластину из ульи, а к обеду она уже полна нектаром. Свою передвижную пасеку он привез на это поле буквально несколько недель назад. Едва зацвел подсолнух. Говорит, аграрии сами часто просят пчеловодов размещать ульи возле полей. Ведь хорошее пыление – залог богатого урожая. Правда, от аграриев у пасечников одни проблемы. Год назад, после опрыскивания поля химикатами, Анатолий едва не потерял всех своих пчел. Этот подсолнух пока не обрабатывали, но насекомые уже мрут. Причина – химикаты, еще весной внесенные в грунт. С ужасом пасечники ждут повального мора. Местное агропредприятие на днях оповестило людей о намерении опрыскать окрестные поля химикатами, да еще и препаратами второй и третьей степени токсичности. Вот такие объявления расклеили в пяти селах Золотоножского и Драбовского районов. В Рецюковщине такая новость едва не вызвала бунт. На отдалении от ближайшего водоема 2 км от речки. От населенного пункта 1,5 км. Если в поле есть огороды людские, то еще 1,5 км. У нас земли не выходят даже за 2 км. То есть они находятся на той территории, что не можно, не подлегают они в родстве химикатам. Пасечникам на время опрыскивания аграрии предложили вывезти улья. А вот куда деться местным жителям, не объяснили. Виталий живет на улице вплотную прилегающей к полю подсолнуха. Говорит, весной жители уже пережили химическую атаку аграрии. Второе люди не хотят. Они брызгают прямо под дворами. Под дворами тем более еще и ветер на улице. Мы тут проживаем, все дети. Большая семья живет у нас, соседи. Там дальше дети живут тоже. Жители села и пасечники подписали обращение к руководству аграрии с просьбой отменить обработку химикатами. Документы решили передать лично. Но в главном офисе компании их отказались принимать. В секретаре есть керевник. Если дадут положение, то она его принимает. Но разве все? Что значит все? В том, что аграрии намерены опрыскивать поля химикатами, ничего противозаконного нет, утверждают в областной госпродпотребслужбе. Однако свои планы компания должна была согласовать со службой. А этого сделать не удосужились. Обовязково в этих планах проводится узгоджение отстаней. То есть отстаней до населенных пунктов, отстаней до водоймища. Эти все вещи должны быть вказаны в плане проведения авиахимических работ. И они должны быть нам наданы за 10 дней. Обрабатывать поля аграрии должны были еще в воскресенье. Пока же этого не произошло, жители сел, попадающих в зону распыления химикатов, поспешили обратиться к местным властям с требованием повлиять на компанию. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Интеграция ромов в украинское общество займется специально созданная рабочая группа. В ее состав вошли представители МВД, миграционные службы, министерства соцполитики, культуры и юстиции. Они разработают изменения к законам, которые должны обеспечить безопасность и равенство в доступе к социальным услугам. Кроме этого, в Украине запустят проект Совета Европы для поддержки национальных меньшинств. Я напомню, в этом году произошла целая серия нападений на лагеря ромов, во время одного из которых во Львове погиб человек. Потрясение в британской политике. Премьер-министру пришлось перетасовать правительство из-за отставок двух ключевых министров. Среди них и глава МИДа Борис Джонсон. Как его увольнение может аукнуться Терези Мэй? Узнаем от Светланы Чернецкой. Поздним вечером Борис Джонсон покидает свою официальную резиденцию в центре Лондона. Он больше не министр иностранных дел, поэтому должен освободить этот красивый особняк. Джонсон, бывший журналист и писатель, и прошение об отставке подал в своем стиле. На двух страницах А4 с яркими метафорами Джонсон объяснил, что не согласен с новой стратегией правительства по выходу страны из ЕС. Мы движемся к статусу колонии ЕС. Еще более тревожным является то, что это наше изначальное предложение. Еще до того, как вторая сторона сделала свое контрпредложение. Как будто мы посылаем наш авангард в битву с белыми флагами. Экс-глава МИД был одним из самых популярных и харизматичных членов правительства. И запомнится своей прямотой и бескомпромиссностью. Джонсон ярый сторонник Брексита, поэтому вряд ли он заляжет на дно. Но наоборот, учитывая его лидерские амбиции, Терезе Мэй стоит быть осмотрительной. Борис станет серьезным соперником за место премьер-министра. За потрясениями в правительстве пристально следит оппозиционная партия лейбористов, надеясь, что междоусобицы среди консерваторов приведут к перевыборам и смене власти. У нас кризис в правительстве. Два топ-министра ушли в отставку. И у нас до сих пор нет четкого представления, какими будут наши будущие отношения с нашими ближайшими соседями и крупнейшими партнерами. Очевидно, что это правительство не способно достичь хорошего соглашения по Брекситу. Уже в марте Британия должна покинуть ЕС. Впрочем, за последние два года переговоры с Брюсселем не слишком продвинулись. Их постоянно замедляли распри внутри страны, между сторонниками и противниками Брексита. Кроме Джонсона, свой пост покинул и министр по вопросам выхода из ЕС. Политики приходят и уходят, а вот проблемы, которые они создали, остаются. Беспорядок, спровоцированный Брекситом, является самой большой проблемой в истории отношений Великобритании и ЕС. И она далека от разрешения. Новым министром иностранных дел стал Джереми Хант. У него нет опыта работы в дипломатических службах, и он никогда не занимался внешней политикой. Последние шесть лет был министром здравоохранения, и его часто критиковали за неудовлетворительные результаты. Впрочем, Хант искренне предан премьеру. А это то, что для Терезы Мэй сейчас важнее опыта. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Диета Трампа. Очередной приближенный американского президента остался голодным из-за оскорблений в ресторане. Кто и почему преследует окружение главы государства? Дмитрий Анопченко купил то самое блюдо, которое советник Белого дома счел отравленным. Ну вот, казалось бы, обычные роллы с лососем. Когда нет времени поужинать, можно взять на вынос, тебе их завернут, положат в коробку, не забудут палочки и даже соевый соус. Но именно из-за них здесь, в Вашингтоне, сейчас разгорелся грандиозный скандал. Советник президента Стивен Миллер тоже забежал в этот ресторанчик, недалеко от его дома, чтобы купить что-то на ужин. Когда забрал заказ и вышел на улицу, услышал, как его окликает бармен. Тот погнался за чиновником, отчитал за неправильный курс страны, грязно выругался и показал два средних пальца. Коллеги Миллера по Белому дому рассказывают, он был в бешенстве и сразу же у всех на глазах выбросил суши, считая вполне серьезно, что их могли отравить или блюда могли наплевать. Но в ответ услышал от сотрудников Белого дома, мол, ты не один такой. Подобных случаев в последнее время много. Сару Сандерс, пресс-секретаря главы государства, недавно во время ужина из ресторана выгнали, отказавшись обслуживать. За главой Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсон, когда она пошла пообедать в мексиканскую закусочную, целая толпа демонстрантов увязалась, скандируя позор и обвиняя в разделении семей нелегалов. На руководителя агентства по охране окружающей среды Скотта Прюита в кафе налетела женщина из-за соседнего столика, требуя, чтобы он ушел в отставку. И таких случаев множество. В Вашингтоне за Трампа только 4% избирателей проголосовали. И тех, кого люди видят по телевизору, они, встречая, стараются лишить покоя. В администрации до сих пор не могут придумать, что порекомендовать своим сотрудникам, как им действовать в таких ситуациях. К примеру, бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич посоветовал сотрудникам Белого дома сразу же вызывать полицию, требовать составления протокола, требовать штрафов. Но часть команды Трампа считает, что только хуже этим сделают, что скандал только разгорится. И поэтому никакого решения пока что не принято. И сотрудники Белого дома, приходя в кафе или ресторан, теперь предпочитают надвинуть на глаза очки, чтобы даже если их по телевизору и видели, то не узнали. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Сегодня во Владимирском соборе столицы прощались с известным правозащитником, диссидентом, героем Украины и бывшим народным депутатом Левком Лукьяненко. Все подробности расскажет Лариса Зубенко. Василий Овсиенко провел с Лукьяненко два года в тюрьме на Урале. Мужчина вспоминает, Левко Григорьевич противостоял системе даже за решеткой. Все життя поклав на здобуття незалежности, и Господь над ним смилосердився, что именно в его день народа, 24 сентября, и была проголошена незалежность, и что доля дала ему такой шанс написать акт про незалежность. Это же его авторство. Он провел в тюрьмах 26 лет за антисоветскую деятельность. В середине 50-х с товарищем он создал подпольный Украинский рабочий крестьянский союз, за что был исключен из КПСС и приговорен к расстрелу. Позже приговор сменили 15 годами заключения. Отбывал наказание в Мордовии и России. В марте 1988 года Лукьяненко негласно стал главой украинской хельсинской группы. После возвращения на родину создал партию и стал народным депутатом в уже независимой Украине. Такие люди очень нужны, как маяки. И главное, что я скажу, что, знаете, очень часто наши политики много чего не понимают. В последний путь Левка Лукьяненко провели здесь, во Владимирском соборе. Друзья, коллеги, родственники, первые лица государства. Проститься с героем Украины пришли сотни людей. Это большая трагедия, большая гора. Когда украинская государство и украинский народ втрачают таких личностей, как Левко Григорьевич Лукьяненко, который всем своим жизням продемонстрировал независимость духа и патриотизм украинского народа. Жизнь Левка Григорьевича как раз яскраво демонстрирует, что все в руках Божих. И Господь дарил Левку Григорьевичу долгие годы жизни. Он для всех прикладом для наследования. Он боролся за створение нашей государства. Уявите себе, насколько это важным, насколько это просто оценку давать, просто сердце переполняет. Я считаю, что это прикладом не только для Украины, а вообще для всех людей. Похоронят Лукьяненко на Байковом кладбище. В гроб положат флаг Украины, за независимость которой он боролся всю свою жизнь. Лариса Зубенко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Все 12 подростков эвакуированы из затопленной пещеры в Таиланде. Участники детской футбольной команды и их тренеры находились там в течение нескольких недель. Спасенных на месте осмотрели врачи. Они заявили, что дети как минимум неделю будут на карантине, поскольку у них нашли инфекционное заболевание. К спасению детской футбольной команды присоединился даже Илон Маск. Инженеры его компании разработали специальную мини-субмарину. Правда, водолазы почему-то отказались ее использовать. Я очень рад, когда мальчиков только нашли. Нам казалось, что это уже огромное везение. Сейчас же они все спасены. Я понимаю, операция была настоящим успехом. Я радовался вместе с ними, когда они покидали пещеру. Наконец-то дети смогут увидеть своих родителей. Думаю, случившееся стало для них большим опытом. Теперь мальчики будут осторожнее и внимательнее. Что полтысячи голых австралийцев делали на крыше супермаркета? В каком возрасте людям становится сложно выбирать одежду и какие предметы воровать из отелей можно? Обо всем этом прямо сейчас. Обнаженное искусство. Американский фотограф Спенсер Туник опять устроил откровенную фотосессию. Ради чего разделись почти полтысячи австралийцев. Люди позировали в полупрозрачных красных накидках при температуре 7 градусов по Цельсию. Прямо на бетонной крыше одного из супермаркетов. Спенсер Туник известен своими массовыми фотографиями в стиле ню. В Мельбурн он приехал в рамках местного фестиваля искусства. Гонки педальных автомобилей состоялись в британском городе Рингвуд. В соревнованиях приняли участие 33 команды. За два часа участники должны были проехать как можно больше кругов. Длина дистанции почти полтора километра. Так победила команда, которая за это время преодолела 71 круг. В Канаде жертвами аномальной жары стали уже 70 человек. Большинство пожилые люди, у которых не было кондиционеров и которые страдали от хронических заболеваний. В течение нескольких недель в Монреале температура воздуха достигла более 34 градусов по Цельсию, что в условиях повышенной влажности ощущается как 40. Из-за большого количества погибших единственный морг переполнен. Местным властям пришлось обратиться за помощью к частному похоронному бюро. В китайском городе Маньян пенсионер спас мальчика, который едва не выпал из окна. Двухлетний ребенок провалился через оконную решетку. Его голова застряла между прутьями и ребенок повис на стене на высоте третьего этажа. Шум толпы под окнами обеспокоил 60-летнего Лю Синджао, живущего неподалеку. Пенсионер поднялся на третий этаж, затем по карнизу подошел к ребенку и затолкнул его в дом. Тапочки, флакончики с шампунями и кремами, зонты и брендированные блокноты с ручками можно воровать из отеля без зазрения совести. Об этом британскому изданию Daily Mail рассказали сотрудники гостиниц. Дескать, тапочки и туалетные принадлежности, само собой, никогда не используются повторно. А брендированные предметы – это хороший маркетинговый ход, который помогает продвижению отелей. Женщинам после 40 и мужчинам после 37 выбрать новую одежду в магазине становится все сложнее. Таковы результаты исследования британских социологов. В этом возрасте людям приходится отказываться от привычного молодежного стиля и делать выбор в пользу соответствующего возрасту одежды. Также более 40% респондентов признались, что чем старше они становятся, тем сложнее следить за трендами и подбирать актуальный наряд. Это все новости на сегодня. Нескучного вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова